Житель Оренбургской области Сергей Никольский вместе с семьей приехал в Самарский зоопарк. 7 июля здесь отметили День семьи, любви и верности. Взрослым и детям рассказали о животных, которые создают крепкие пары и провели зоологическую эстафету. У тигров хорошая пара довольно-таки. Из тех, кто здесь парами живет. Кто у нас здесь? У енотов семья прикольная. Вместе играют вместе. Ну, в принципе, все животные, которые живут парами, я думаю, составляют довольно-таки сильные и крепкие семьи. Люди привыкли думать, что только лебеди хранят верность на протяжении всей жизни. Но верность свойственна многим видам диких животных. Крепкие пары образовывают волки, гуси, попугаи, некоторые виды сов. В зоопарке довольно дружно живет семья тигров. Посетителей веселит, читая енотов-полоскунов. Создание крепких семейных пар – способ выживания в дикой природе. Это избавляет от необходимости каждый год искать нового партнера. Вот журавлинки весной себе выбирают пару. Они танцуют, и во время танца пары образуются. Если танец не получается, неслаженный танец, то пары не образуются. То есть, в принципе, легко может остаться особь без своей пары. А когда пара стабильная, они друг друга находят весной и занимаются продолжением рода. В мире диких животных, как и у людей, отношения самые разные. Конечно, чаще о потомстве заботится самка. Но есть такие виды пар, которые занимаются воспитанием детенышей и птенцов вместе. Среди лисиц бывают такие случаи, они научно зафиксированы, что если, например, отец семейства погибает, то вместо него может прийти посторонний самец и также заботиться о потомстве. То есть, в мире животных вот такие вот необычные случаи бывают. После окончания стафеты гости праздника могли покормить верблюда Лексуса. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.